Добрый вечер, уважаемые коллеги. Заключительное прямое включение из мобильной студии Первого медицинского канала. И мы находимся в 75-м павильоне ВДНХ на 18-й ассамблее Здоровая Москва. У нас в студии Николай Николаевич Потякаев. Здравствуйте. Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и доктор медицинских наук, профессор и заведующий кафедры кожных болезней и косметологии РНИМУ имени Пирогова Министерства здравоохранения России. Все верно? Я бы хотела задать вам вопрос в свете той сессии, в которой вы участвовали на ассамблее. Это первичная диагностика онкозаболеваний в коже. Вроде бы все ясно. Раки визуальных локализаций вероятнее всего мог бы диагностировать терапевт. Как вы считаете, насколько это рационально с учетом обстоятельств ограниченного приема, того, что объективная реальность нам подсказывает, что не часто раздевается до носков пациента и прочие вещи? Возможно это или нет? Надо ли включать это в скрининг или не надо? Ну, конечно, это надо включать в скрининг, но я поясню тогда, каким образом это лучше сделать, чтобы это было разумно, рационально и тем не менее эффективно, несмотря на то, что, может быть, столько много времени не понадобится тратить терапевту для осмотра, поскольку у него есть основные свои обязанности, то есть непосредственно выявлять и профилактировать те заболевания, которые касаются его специальности. Ну, во-первых, я бы немножечко вас поправил, что терапевт не может поставить диагноз злокачественного заболевания кожи и даже дерматолог не имеет права ставить окончательный диагноз злокачественного заболевания кожи, поскольку при подозрении на онкологический процесс в коже или слизистых оболочках дерматолог или иной специалист обязан направить пациента к онкологу. И только онколог занимается уже верификацией, то есть уточнением диагноза и разработкой дальнейшей тактики лечения пациента. То есть дерматолог не может направить на гистологическое исследование материал, основываясь на дерматоскопическом, например? Если речь идет о онкологическом заболевании, то дерматолог не может направить на гистологическое исследование. Почему? Потому что в случае, если, допустим, это меланома, то при подозрении на меланому биопсия не проводится, а проводится полное иссечение этого новообразования с последующим гистологическим исследованием. И оно может подтвердить или опровергнуть меланома, но при очень высоком риске визуальной и другой диагностики оптической с помощью дерматоскопа или видеодерматоскопа. Если есть признаки меланомы, то, конечно же, нужен проект онколога, и он уже принимает решение, каким способом он будет удалять это образование. Но, как правило, все-таки речь идет об иссечении хирургическом. И дальше уже результаты гистологии будут понятны. Но дерматолог может направить на гистологическое исследование в случае, если речь идет о, допустим, меланоцитарных, то есть пигментных невусах, родинках. Если он не видит оснований, что здесь есть подозрение на меланома, но, допустим, есть подозрение на диспластический невус, это родинка, которая может быть предшественником меланомы. И она входит как раз в компетенцию драматолога, как объект исследования. Он может направить на атомофологическое исследование, сделает иссечение этой родинки, и дальше, соответственно, будет проведена гистологическая работа по исследованию гистологического материала. Нет ли возможности как-то упростить этот процесс для пациента? Мы же понимаем, да, терапевт, дерматолог, далее онколог, если идти путями бесплатными для пациента, то это может затянуть процесс. Может быть проще создать приложение на телефоне, которое прикладывается к родинке и дает уже, ну, как сказать, меньшее количество этапов для пациента? Ну, во-первых, у нас никакого для пациентов усложнений нет на данном этапе и на предыдущих. Обычно происходило как и происходит. Пациент, если он сам у себя обнаруживает какое-либо новообразование, которого, допустим, не было, той же самой родинки, какое-либо увеличение в размерах, изменение окраски и так далее, то оно идет к какому-либо врачу, да, которому считают нужным, ну, в своем понимании. Как правило, чаще всего это либо дерматолог, либо это онколог, да, потому что если он боится, что это рак, то он может пойти к онкологу. Но, как правило, психологически все-таки люди, если страшно идти к онкологу, к сожалению, хотя почему нет, если есть такое опасение, можно пойти к специалисту. Ну, стигматизировано, конечно, да. Да, и он, пациент, идет к дерматологу, иногда к косметологу, именно поэтому всегда говорим, что косметолог, это должен быть в любом случае базовый дерматолог, потому что если придет к косметологу, увидит темное пятно, то косметолог не должен предлагать ему пилинг или отбеливающее средство, или что-то еще, а должен, понимая, что это, допустим, пигментное новообразование непонятного пока характера, он должен соответствующий алгоритм сделать, какой он либо направляет на гистологическое исследование, если он предполагает просто родинку какую-то не очень хорошую, либо, если он предполагает меланому, он управляет к онкологу. Так вот, как сейчас происходит? Пациент может прийти к терапевту просто по каким-то другим своим вопросам или в рамках диспансеризации. Вот мы говорили о скрининге. Сейчас вышло такое распоряжение или документ, который поставил вопрос, причем со стороны правительства Российской Федерации, куривающего здравоохранения, вопрос о том, что терапевты должны уделять внимание наличию на коже новообразований, которые могут иметь злокачественный характер. Почему это вышло по основанию? Поскольку все-таки в рамках диспансеризации дерматологи не участвуют как специалисты. Это, наверное, очень дорого для государства. Ну, это вопрос другой, дорого-недорого. Просто так было сложилось, и в общем-то в этом, по большому счету, особой необходимости-то и не было, потому что существует отдельная специализированная служба дерматологическая со своими сетями коже-венодиспансеры в регионах или специализированные центры. Иногда они называются, как в Москве, например, коже-венодиспансеров нет. И терапевт, имея некое понимание о том, что такое меланома, как минимум, он может просто спросить для начала, нет ли у вас каких-то на коже изменений. Ну, там, может быть, это будет не их связано с излокачественными заболеваниями. Он просто скажет, что вот у меня экзамен, вот это он скажет, да, пожалуйста, вам надо к дерматологу. Но если он скажет, что у меня появилась какая-то родинка, или она кровоточит, или родинка потемнела, или что-то с ней произошло, то мы сейчас разработали некий образовательный модуль, я о нем сейчас скажу, который позволит терапевту, услышав эту информацию, осмотреть все-таки этот элемент и предположив, просто пока предположив, направить к дерматологу. Все-таки к дерматологу. К дерматологу, да. Ну, правильно к дерматологу. Почему я об этом говорю? Потому что все-таки терапевт не получал специальность дерматологи, он не знает в том объеме, в котором необходимо, ну, он знает в объеме студенческом, все, что проходили все студенты перед тем, как стать врачами по дерматологии, но, тем не менее, не может поставить этот диагноз. Предположить, да. И тогда направляется к дерматологу. А уже дерматолог проводит свою оценку полноценную. И есть, ну, дальше мы уже с вами будем повторяться, да. Направляет либо к дерматологу, либо занимается сам. Так вот, задача сейчас, чтобы терапевт помнил и об этой ситуации, чтобы в процессе обследования пациентов, диспансерного наблюдения, это не только терапевт, еще врачи общей практики, естественно. Педиатры. Да, чтобы они знали об этой проблеме, и они, как минимум, спросили у пациента, а максимум посмотрели и сделали какие-то свои заключения. Так вот, что такое модуль. В рамках поручения Министерства здравоохранения, которое было направлено Российскому национально-исследовательскому медицинскому университету, ректору Лукьянову, и вашему покорному слуге, как главному специалисту, разработать образовательный модуль для врачей-терапевтов. То есть, как дополнительное тематическое усовершенствование своих знаний в медицине по этой теме. Мы разработали достаточно большой материал, 134 слайда. Он размещен на портале Минздрава. И вот дальше уже пойдет наша работа совместная с главным терапевтом Александром Михайловной Драбкиной. как организовать работу по обучению терапевтов в рамках как раз захождения на сайт и изучения этого модуля. Мы подготовили методические учебные рекомендации соответствующие. Это уже печатные. Для того, чтобы терапевты тоже были повыражены в эту историю. В настоящее время мы подготовили проект, который заключается в создании трехуровневой системы профилактики и скрининговых явлений злокачественного образования. Не только в Москве. Про московский опыт я могу отдельно рассказать. С цифрами и так далее. Потому что это уже не пилот. Это уже выполненный проект. И уже рабочая ситуация. стандартная для работы нашей организации. Что касается нашего проекта трехуровневого, то предполагается, что к терапевту приходит пациент, дальше направляет к дерматологу, а дальше дерматолог направляет в экспертный центр. Перед тем, как направить к онкологу. Для чего? Потому что даже дерматологи нередко направляют пациентов к онкологам с неонкологическими процессами на коже. В силу того, что не хватило каких-то навыков, опыта, знаний и так далее. Именно поэтому мы создали отдельно специализированные кабинеты, где врачи-драматологи получили дополнительные знания, тренинги, проведены были мастер-классы, вебинары, различные форумы образовательной активности. И они получили эти знания, и они уже точно знают, что, скорее всего, это меланома, и мы направляем к онкологу. Тем самым мы разгружаем онкологов от излишнего количества пациентов, которые не по их профилю. И вот эти искусственный интеллект, вот если будет, допустим, берется смартфон, на нем устанавливается приложение, которое прикладывает терапевт или дерматолог неуверенный в своих глубоких познаниях. И искусственный интеллект обсчитывает и дает предположительно, что это может быть сибарейная кератома, или это может быть меланома, или это может быть диспластический неоскоп. То есть вот так вот. А они уже запущены сейчас? Нет, эти приложения, их много. Это, в общем-то, я знаю, что много разработок. Но пока вот встроенную систему, которая бы была неким уже таким рабочим алгоритмом работ в деятельности терапевт-дерматолог-эксперт-дерматолог-онколог, вот сейчас мы как раз обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос, конечно, будет сопряжен с финансированием, по всей видимости, поскольку все-таки это определенные затраты труда врача и так далее. Ну и, наверное, это сертификация вот этих приложений, да? Потому что это уже изделие медицинского назначения, по сути, в руках. Я не могу сказать, является ли приложение... Ну, если он высчитывает... Ай-Ти, как это называется, ай-Ти-приложение, является это изделием медицинского назначения. Ай-Ти-изделием? Да, может быть. Это уже отдельный вопрос. Но, тем не менее, такая концепция есть. Мы понимаем, что забота о здоровье – это не только дело врачей, безусловно, но и дело самих пациентов. Если зайти на сайт Американского общества дерматологов, то можно найти огромный раздел с памятками для пациентов, где, например, можно скачать паспорт родинок, и человек может там отмечать в удобных графах, какая у него родинка, подозрительно, вот она ему не нравится, он потом через год может измерить, через два, как-то наблюдать. А у нас рекламируются солярии как элемент здорового образа жизни в спортивных клубах и различных фитнес-центрах. Скажите, пожалуйста, как представитель Министерства здравоохранения, мы заботимся о своих пациентах? Во-первых, я, слава богу, пока не слышу такой активной рекламы соляриев. Я в самой индустрии. Это, конечно, предлагается и продвигается как определенная услуга, которая, безусловно, приносит доход коммерческий прибыль тем, кто этим занимается. Но вот такой вот рекламы я не вижу, слава богу. Ну, внутри центра. Да, внутри центра, да. Для тех, кто хочет здорового образа жизни, вот, пожалуйста, сходи и загорай. Да, вот поэтому у меня вот какое я хотел бы уточнение сделать по поводу паспорта кожи. Что пациент сам отмечает, ну, я как бы не очень понимаю, о какой методике идет речь, но, в принципе, и в Европе, и у нас в центре, и я знаю, что есть оборудование, это не только в нашем центре, может быть, оно не так систематизировано, как вот мы сделали в Москве, есть такое оборудование, которое позволяет действительно проводить фотокартирование всего кожного покрова. То есть специально на штативе ездит фотообъектив, все это соединено с компьютером, с операционной системой определенной, в которой есть программа, которая обсчитывает на риск развития из каждого элемента, меланома, допустим, ну, или там злокачественного. Как правило, речь идет о меланомии, конечно. И этот паспорт, он создается первично, он создается, ну, в виде электронного изображения, и каждой родинки отдельно, да, она имеет свой порядковый номер, там, 1, 2, 3. Это, наверное, доктор делает. Я показывал на своей презентации пациента, у которого 1169 на образование. Причем я показывал фотографию, которая была сделана года два назад, а сейчас у него было 169 на 1234. То есть у него прибавляется количество новообразований. Это какой-то синдром? Ну, у него синдром диспластических неусов, поскольку у него их достаточно много, ну, около 70. И риск развития по сравнению с единичным диспластическим неусом в 12 раз увеличивается развитие меланомы, если неусов больше 10, а у него 70. И, конечно, у него уже удалили две меланомы, и нам его прислали для того, чтобы мы взяли его вот на это фотокартирование. В чем смысл дальнейшей фотокартинки? Да, мы сделали полностью вот эту картинку. Со всех сторон снят кожный покров, родинки все пронумерованы, все обсчитаны. А дальше пациент приходит через полгода или через год, ну, как бы если нет особых проблем на первичном обследовании, да, в составлении паспорта кожи, через год приходит. Делается то же самое фотокартирование, фотофиксация всех элементов с номерацией, той же самой, и одно изображение накладывается на другую. Ну, и если произошла какая-то динамика, рост или что, то рост родинки. То система, да, говорит о том, что? То система выдает в виде красной рамки, что вот этот элемент претерпел за год изменения. И мы уже прицельно сами, непосредственно с помощью драматоскопа, его смотрим и как бы принимаем решение. И мысли там дополнительные какие-то, все равно без врача не обойтись. Я понимаю, что здорово, что есть такая техника, но все-таки знания и глаза нужны для того, чтобы окончательно оценить ситуацию и принять какое-то диагностическое решение. Ну, и решение дальше по ведению пациента. Когда эти возможности дойдут до регионов? Эти возможности, когда дойдут до регионов. Ну, смотрите, во-первых, вот как раз я говорил о том самом проекте. Если мы говорили о терапевте и о дерматологе, у которых могут быть смартфоны, то в экспертном центре, ну, например, в округе федеральном, а потом и дальше и в субъекте, если будут стоять такие аппараты для фотокартирования, но, понимаете, это тоже услуга определенная, требует определенного финансирования, поэтому все это нужно еще многочисленным образом прорабатывать. За счет каких источников это будет финансироваться, это уже вопрос другой. Потому что нужно будет, наверное, там, это будет фонд обязательного медицинского страхования, или это будут платные услуги, или это будут какие-то дополнительные субсидии целевые на эту тему. Это уже вопрос будет приниматься на другом, естественно, уровне, вы понимаете, да? И, тем не менее, вот, если эта концепция будет принята как за основу, то, ну, со своей стороны я приложу все усилия для того, чтобы она была реализована вот в том формате, который будет удобен для пациента, который будет помощником хорошим для и терапевта, и для драматолога, и в конечной степени онколога, и в целом уже глобально сохранит жизнь многим людям. Потому что вот то, как это было реализовано в Москве, а именно так оно и есть в Москве, то есть единственное, что у нас мы, пока терапевты у нас не включены в этот процесс, потому что все-таки это было отдельное уже поручение Минздрава, и получается, что терапевты включатся сразу везде, и в Москве в том числе. А в Москве у нас создано так, вот филиалы нашего центра. В каждом тоже округе, но административном округе столицы. Есть филиал, в этом филиале трудятся врачи-дерми-тренерологи, принимают прием постоянно ежедневно. Только на одной Селезневской улице, на которой у нас центральные офисы и главная наша клиника, проходит 500 человек в день. 500 человек в день, представляете, да? То есть это, естественно, с разными проблемами. И вот в каждом филиале мы создали кабинет, то есть один из кабинетов, где работают врачи-дерми-тренерологи, как минимум два врача являются специалистами еще в дермато-онкологии. То есть мы их дополнительно обучили этому. То есть вы этих пациентов стараетесь маршрутить? Да, поэтому, когда пациент приходит и на первичном приеме, или при жалобе, при записи, или каким-то образом он, даже дежурный администратор, если он обращается, мне нужно попасть в такую проблему. Или просто был у врача-дерматолога, а тот, услышав про то, что речь идет о новообразовании, он сразу его направляет в специализированный кабинет, где люди уже более основательно понимающие это, занимаются им. Дальше что происходит? Вот у нас это тоже получается, наверное, тут у нас она двухуровневая система, потому что уровень 0 это терапевт. Первый уровень в наших филиалах. Если в филиале принято решение, что это, и сомнений нет у эксперта филиала, что это меланома, он может направить, по идее, к онкологу сразу напрямую. Но пока мы это не делаем. Он направляет в наш экспертный центр, где есть фотокартирование, уже другое оборудование, уже не просто драматоскопы и приложения, хотя мы так пока не применяем, потому что все-таки мы уже говорили вопросом о лицензионных требованиях. И вот фотокартирование. И уже оттуда мы направляем в соответствующие онкологические клиники, с которыми у нас есть договор. Договор о том, что мы направляем. И в соответствии с приказом департамента терапевт должен посмотреть этого пациента. Есть такой приказ департамента, смотрят терапевт и потом онколог. Но если он направляется в клинику онкологическую, где есть терапевт, то автоматически сразу смотрят и терапевт, и онколог. И дальше, если это меланома, пациентам занимаются, и дальше, соответственно, удаляется опухоль, дальше проходится полноценное и необходимое, скажем так, обследование на предмет наличия метастазов. И устанавливается стадия первая, вторая, третья, четвертая стадия меланомы. Получает уже дальнейшее лечение. Да, первая и вторая стадии – это кожные стадии. Там все зависит от глубины прорастания. Третья – это регионарные лимфатические узлы, а четвертая – это уже метастазы в другие внутренние органы. Поэтому, и почему у нас есть этот договор? Да, к нам направил из филиала, прислали человека, пациента, у которого есть подозрение на меланому. А дальше мы направляем к онкологу, а онкологи через раз в три месяца, ежеквартально, нам представляют отчет о всех направленных нами пациентов. Вот мы направили 100 человек с подозрениями. То есть у вас есть обратная связь. И мы сами, это самоконтроль фактически, да. Мы понимаем, что из 100 человек, ну, допустим, 90 оказалось меланом, а 10 нет. Спасибо большое, Николай Николаевич. Это вообще очень интересная история, как это все будет организовано. Мы желаем вам успехов. И очень ждем, что вы нам расскажете о результатах. Потому что сегодня мы очень много говорили об обратной связи. Мы можем много делать по поводу качества, но если мы не получаем обратной связи, то нам очень сложно ее проконтролировать. В студии Первого медицинского канала, который находится в 75-м павильоне ВДНХ, был Николай Николаевич Потякаев. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы заканчиваем сегодня с нашими прямыми включениями. Ждем вас завтра на Первом медицинском канале.